мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочно служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание здравствуйте дорогие курсанты нашего замечательного путешествия созерцательного путешествия курса меч соломона дорогие друзья я вас приветствую мы сегодня можно сказать приступаем начинаем предыдущий урок у нас был вводным и я верю что вы ощутили себя прибывшими в это замечательное место начала на которой мы назвали гаваон это блок вау я чувствую на себе сейчас такой дух это такой знаете блок тем блок уроков где вы будете ощущать свое воцарение если так можно сказать обнуление я верю что вы прибыли уже в это созерцательное место вместе с нашим другом соломоном и вы уже готовы познать вы уже готовы принимать эту мудрость вы уже готовы принимать эту силу для того чтобы приобретать и умножать это сила животворящего духа друзья мои я верю что также вы начали думать каким образом употребить свое место на престоле для того чтобы править как молился мудрый соломон он уже знаете мудрость явил в тот момент когда он молился такой молитвой я всего лишь отрок я всего лишь дитя своего отца я всего лишь сын я сам по себе не вижу своего ни входа ни выхода вот это есть обнуление я верю что вы уже молитесь такой молитвой отец я знаю только одно что я твой сын я знаю только одно что я унаследовал престол я знаю только этом но не знаю ни входа ни выхода потому что я отрок малый это есть обнуление также я верю что вы уже вступили в это в эти в эту молитву в эти переговоры с отцом это очень важно друзья мои вот этот блок тем гава он используйте каждый день говорите с отцом о своей принадлежности престолу а своей принадлежности царству а свои о своем наследии говорите с ним я употреблял такой термин как нейродизайн это дизайн головного мозга до дизайн нейронных связей он будет меняться вы знаете что у мира у него есть свое определение этому термину нейродизайн считается что это такой маркетинговый термин который определяет как нужно правильно выстроить перед глазами человека ну что то что ты хочешь чтобы он приобрел чтобы его мозг отреагировал на это приобретением но у царства божьего друзья мои в нем ничего не нужно выстраивать потому что отец уже открывает прекрасную картину которую мы будем созерцательно исследовать именно для того чтобы твой мозг впустил себя это созерцание и высвободил воплощение через измененное обновленное сознание это то что произошло с соломоном в гаваоне и он отметил это он отпраздновал это я говорил мы тоже будем это праздновать для того чтобы открыться к этому максимально сильно я говорил что он принес жертву и кто-то может быть сидел и думал в тот момент что ну вот куда ни приди везде от тебя требуют деньги везде что-то нужно там пожертвовать но я хочу тебе сказать еще один фактор еще один момент что соломон друзья мои в гаваоне он принес тысячу всесожжений и это такая жертва как с которой он не мог ничего поиметь всесожжение это полная такая жертва полное сожжение жертвы для того чтобы ничего с него ну не взять не скушать а полностью сжечь отдавшись вот как посвящение я хочу сказать вот друзья мои как определить процветаешь ты или нет и вот такие жесты как отдать сын он отдает сын это тот кто имеет власть отдавать и соломон с этого начал он говорит я вот так ничего не значащий да но я отдаю я уже учусь отдавать и прошло время соломон просто взорвался процветанием он уже был несметно богат он уже был очень значительным и известен ну по всей земле и мы видим снова он построил себе дом он построил храм и это были роскошные сооружения и что он делает он снова приносит жертву но друзья мои мы все говорим о 1000 всесожжение как и большой какой-то жертве соломона и мы восхищаемся вау 1000 всесожжение неужели вот это ну тысячу быков он сжег и мы удивляемся но когда мы читаем что он стал несметно богат и в знак благодарности знак вот знаете как вот такого усердия он приносит снова жертву и и знаете что это было за жертва друзья мои вы себе даже масштабы этой жертвы возможно вообразить не можете это было более двадцати тысяч голов крупного скота это уже не 1000 всесожжение а более двадцати тысяч крупного скота и 120 по моему чем-то более ста тысяч скота поменьше но это овец там козлов наверно там я когда думаю над всем на всей этой жертвой самое интересное что это жертва благодарение она уже не было все сожжением с нее можно было есть и народ гулял 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 он просто это мясо часть там была сожжена и часть он раздавал то есть что это означает бывает время когда ты только вступая во что-то ты можешь отдавать что-то как полностью как знак твою полностью посвящение в во что-то вот в данном случае а соломон искал этого обнуление он говорит что вот я имею приобретаю навык отдавать но прошло время и это был праздник прошло время от этой жертвы имели многие люди и даже сопоставление сравнение между тем что он отдал вначале и тем что он мог себе позволить жертвовать после того как отец расширил его до поднял его вот сами эти две жертвы это большой показатель это даже тот момент когда то что ты жертвуешь сегодня отец хочет чтобы ты сравнил с тем что ты сможешь отдавать потом что ты сможешь от себя и скольким людям это достанется скольких людей ты накормишь через это вот это большой показатель как и я сегодня друзья мои я хочу сказать что я буду приводить это еще в уроках этот пример то что я мог помогать людям годы назад это не сравнится с тем что я могу делать сегодня сегодня многим людям удается помочь многим людям удается послужить и это совершенно другие жертвы совершенно другие поэтому мой друг я тебя по-прежнему вдохновляю в гаваоне в это время выдели обязательно этот момент выдели обязательно время ресурс для того чтобы открыться максимально максимально посвятить свой разум изменению через вот этот пророческий акт давай из славы как я уже говорил если тебе кажется что это недостаточно нет не недостойное возможно место куда можно вливать свои дары можешь найти более достойное место и туда их посвящай мы не против главное чтобы ты познал вот этот момент я даю и славы халилю и также я хочу спросить вас друзья мои сейчас когда вы посмотрели вводный урок и приступаете уже непосредственно к вот этим действованием подставляете свой разум под изменения под расширение потому что вы помните что у соломона был широкий обширный разум и как сравнивается как песок на берегу морском великий великий разум то я верю что вы уже это время уделили друзья мои я верю что никто из вас не смотрит этот курс легкомысленно я верю что никто из вас не просто не сидит и не листает эти видео но вы открываетесь по этому свидетельствуют многочисленные многочисленные ваши сообщения где вы говорите о переживаниях что только я записался на курсе начались вот такие такие чудеса только я записался на курс пошли идеи все происходящее здесь друзья мои это облако преуспевания я советую вам пока у вас эти уроки в доступе смотрите их непрестанно они будут выходить не каждый день мы говорили о темпе нашего движения и это продлится там более чем два месяца но я говорю вам что смотрите те вещи которые сегодня уже есть смотрите по нескольку раз вы будете каждый раз будете не просто воспринимать даже слово по-другому вы будете каждый раз прямо с через действия помазания прозревать ваши чресла ума будут меняться они будут найти вот как написано припаясь чресла ума вот она сила для приобретения это ум который обновился в это гаваонское время если так можно сказать в эту ночь соломона те вещи которые я буду говорить друзья мои они достаточно простые я буду говорить их иногда с юмором иногда взывая как чтобы огонь прямо сходил на ваш разум я предлагаю вам их воспринимать как конкретное обращение лично к тебе и поэтому дорогие мы продолжаем наше путешествие я верю что вы уже ощутили после вводного урока что вы парите что это природа вот орла знаете почему ну вот библия сравнивает нас с орлами что мы обновляемся что мы летаем что мы живем на высоте и представляете соломон сравнивает деньги тоже как мы говорили с этой орлиной природы она любит высоту день как если можно сказать богатство любит высоту любит управление любит обитать там где сидит достойны принимать богатство и славу и все остальное и поэтому сегодня я верю что вы уже ощущаете сидя на престоле как деньги у которых есть орлиные крылья они парят где-то рядом с вами уже они здесь на небесах рядом с вами это богатство принадлежащие вам принадлежащие тому кто достоин в своем управлении иметь это и управлять этим я верю что именно вот эти ощущения они сейчас начинают все больше и больше подступать к вам что вы достойны что вы сидите на престоле что вы сын своего отца именно что касается контекста преуспевания потому что мы часто когда мы ходатайствовали да мы говорили мы сидим на престоле мы можем ходатайствовать с престола но сейчас нужно воспринимать себя на престоле как управленца которым который достоин того чтобы принимать богатство а какие ощущения друзья мои у вас были всю вашу жизнь относительно денег знаете палитра этих ощущений она могла быть самая разная скорее всего в тот или иной период жизни вы сталкивались с разными ощущениями какие ощущения мне нравятся вот мне нравятся если у вас в жизни встречались такие ощущения ощущения которые я сейчас вот назову например если вы всегда были таким прилежным в деньгах если вы всегда были таким вот прямо честным трудолюбивым чистым и все вот прямо у вас все было вот как под линеечку во первых для меня это странно потому что это не свойственно людям живущим на земле да во вторых если вы никогда не ошибались то я как говорю вы скорее всего либо забыли что вы ошибались либо вы просто ну специально отказываетесь это принимать потому что гордость она не любит признавать ошибки но какие ощущения например если у вас было ощущение что лень зарабатывать вот не хочу трудиться вы просто не могу я вот это помните как не могу копать не ну не могу не не моё это вот трудиться это не моё второе там ну вот лей дал лей зарабатывать деньги второе например вы человек который много промотал денег ну как этот блудный сын пошел там расточил и снова без денег только деньги появляются снова пошел расточил и я вам не буду сегодня читать нотации плохо это или хорошо но есть еще ощущение я бы хотел денег но не знаю с чего начать или у меня были деньги но я ими неправильно распоряжался и опять я оказался в какой-то ситуации друзья мои все что я перечислил это хорошо у меня есть для тебя прекрасная новость о которой я хочу сегодня рассказать отец любит такие ситуации если ты даже был нищим или был бомжом или сейчас твое положение похоже на это и ты говоришь как из такого положения можно вообще вылезти у меня снова для тебя хорошая новость отец любит такие ситуации и почему он любит такие ситуации я вам сейчас хочу рассказать сейчас я друзья предлагаю вам посмотреть отрывок из одного нашего торжества которого не было не на канале но тем не менее сотням наших пирожочков удалось побыть на этом торжестве которая была в санкт-петербурге почти в 2021 году в августе я предлагаю вам посмотреть отрывок и мы вернемся через некоторое время прошу внимание мы говорим первый день это для того чтобы отобрать из всех возможных поглотителей свою власть над своей жизнью что это означает вы помните что эмоции кто был на уединениях знает это или смотрел вы тут однажды вот такое откровение однажды отец мне сказал что вот смотри написано солнце да не зайдет во гневе вашем понял понял это третий день вот смотри раз и вышел из могилы понял понял второй день что происходило я гул наверно тело там зажило все раны по заживали ну то есть я верю что сразу после смерти иисус у него дух жизни двинулся в нем и стал восстанавливать тело потому что из могилы он вышел такой непобитый исцеленный полностью это произошло вот в эти дни сразу же прославленное тело начало регресс такой ну как прогресс в исцелении то есть на второй день он уже лежал там новенький кроме дырок в руках мне это нравится то есть это не было так что он лежал такой весь разломанный а потом как трансформер там наш нет дух жизни же остановить невозможно сразу после того как написано испустил дух я уверен на триста процентов дух жизни не замедлен ни на полсекунды моментально начал восстанавливать его моментально и к третьему дню все готово было он снова и вышел класс поэтому ты уже здесь уже все происходит уже долги решаются все заживает все класс это он наслаждайся здесь а через три дня выйдешь на свидетельство вся твоя последующая жизнь будет свидетельством этого воскресения аминь смелый ты да яка виша вот такие обещания давать вашу делать нормальный политик он знаешь какую дают обещание потом объясняет вот почему ничего не произошло или всегда есть работа сначала обещать заводом это не про нас ребята потому что мы не обещатели мы ходячая знамение и если отец дал эту власть поднимать и открывать сынов по всей земле то что мы сейчас в чем мы участвуем даже не скажу что мы это делаем мы в этом участвуем успешно участвуем мне нравится это то конечно же и в этом вопросе будет все так и хочет отец а он хочет очень многого амин эмоции солнце да не зайдет во гневе вашим иисус исполнил эту заповедь прямо на кресте вы знаете что после того как он почил солнце зашло настала тьма по всей земле но до этого он отпустил людям все все претензии к ним сказал все никаких претензий не вмене им греха да там то есть не знают что творят то есть снял с них всякую ответственность за свое состояние почему потому что до этого он сказал что никто не отнимает у меня жизни любое возложение вины на кого-либо за то что у тебя происходит сразу ты сливаешь свою власть за свою жизнь ты не можешь потом воздвигнуть ее в три дня понимаешь для того чтобы он как он сказал разрушьте это я воздвигнув три дня ему не ему нельзя было сказать это из-за вас иначе только тот кто разрушил тот и может что-то сделать ты здесь понимаешь о чем речь идет как только у тебя есть обида на кого-то как только у тебя есть какая-то претензия кому-то мой долг из-за тебя это все обстоятельства это банки это бутылки это еще что-нибудь то знаешь ну банки смысле понял сразу же ты сливаешь свою власть этой структуре этому человеку этому обстоятельству то есть ты не будешь иметь власти воздвигнуть свой экономический если так можно сказать храм в три дня это понятно поэтому сегодня я хочу посвятить тому чтобы ты снял все все претензии со всего что только можно за свою экономическую яму если ты в ней находишься со всех вообще если даже ты не в яме а просто нету должного процветания ты не видишь его то же самое плохая работа это слив власти если ты говоришь это работа плохая это просто слив это значит работа на твой бог она должна тебя но восстановить в три дня если ты говоришь начальник если ты говоришь там жена по все деньги потратила все ты сливаешь власть ты должен иметь позицию как сын божий никто не отнимает у меня процветания если только я сам не отдам его ничего не произойдет ты здесь и это очень важно скажи процветание это мое я в состоянии воздвигнуть в три дня свое процветание из любого состояния и для этого сегодня я отзываю свои претензии от кого бы то ни было за свое состояние вау вот властью повеяло в воздухе прямо скажи еще раз это я отзываю все свои претензии от кого бы то ни было за свое экономическое финансовое состояние аллилуйя это означает что у тебя теперь нету больше причин почему ты не процветаешь внешних нет понял амин тебе это нравится теперь смотри что будет происходить теперь все будет работать на тебя поскольку у тебя теперь нету никаких стрелок из-за него из-за нее из-за банка из-за начальника из-за страны из-за президента тоже отозвать надо ну прикинь тоже отозвать нам ну вы заметили что ни один помазанник не ходил гида это вот фараон со своей засухой там лим реки засуха этого засуха у меня все нормально то есть даже к природе претензий нет то тут пожар и еще что-то не тебя это вообще не касается все зависит от тебя если ты захочешь если у тебя будет кому-то претензии тогда все зависит от них пользуясь этим принципом друзья во всех сферах не только в икон в экономическом финансовом не не только в плане процветания забирайте спешите забрать все свои обвинения вообще отовсюду это слив власти это ловушка когда мы говорим о прощении религия нас научила что это просто морально красиво простить всех на самом деле простить это не дать власти над своей жизнью я буквально сегодня консультировал одну женщину она говорит я ненавижу такого человека и он спит спокойно в отличие от вас это разрушает вашу жизнь они ему плевать на вашу ненависть он натворил делов и ушел точно так как эти ребята они его убивали и он горел они не ведают что творят разве они не знали он так хотел считать что они не знают разве они знали что он бог знали не знали если бы они знали написано не распали бы господа славы не познали кто поэтому те кто тебя обижают они ведь тоже не знают кто ты ухты банк который тебя сегодня душит не знает кого душит вообще не ведает что творит понимаешь если бы они знали они тебе все списали поверь если бы они знали что одно твое слово сделает этот банк первым в рейтинге в стране они бы те все списали поверь но они не знают поэтому они те силят души а что можно сделать отозвать претензии не обвиняй не говоришь вот из-за банка он меня душит он там из-под меня забирается забери сразу же моментально в невидимом измерении в здесь небеса если так можно сказать твой рейтинг вырастет все все друзья мои все мы когда начинаем показывать на обстоятельства на людей говоришь о это они виной что с нами происходит восстановление не в твоей власти сразу же все что ты будешь делать это говорить отец помоги мне помоги мне или будешь подходить к моей фотографии говорит андрюха помоги мне но я шучу шоу я просто не знаю ты иногда грида с тобой сфоткаемся и так очередь прямо стоит я думаю зачем им это надо мир на стенку повесим мир управа подходи игре андрюха помоги мне друзья мы будем много шутить в эти дни как и всегда что к эху привыкаю так вообще на позитиве да и так вот это все на все нытье что кто-то виноват что ты без денег сидишь забудь и никогда больше не повторяй как только ты говоришь кто-то виноват все ты передаешь все свои деньги туда они теперь распоряжаются твоими деньгами услышал вот одно только это это уже процветание вот это просто все я буду вас напитывать вот этой трансляции жизни здесь на небесах чтобы наконец-то от тебя отошло вот это нету денег дух вот этот вообще нету денег это демон это его имя такой нету денег нету денег пошел вон нету денег пишется в одно слово это имя такой нету денег нету денег гоняя его почаще я серьезно я сам так делаю я правда уже его не гоняя просто ну повелеваю например когда что-то не так течет финансах я такое достану свои карточки так посмотрю ну что такое вообще и включая закон отрицания нет так не можем не может быть у нас будет поскольку у нас тема процветания скажи процветания закон отрицания мы будем включать и сюда мы уже научились его включать по поводу присутствия божьего помните куда уйду от присутствия твоего куда убегу зайду ли на небо там ты сайду ли ват и там ты где бы не оказался если даже в питере и там ты потом мы научились делать это же осилия вы знаете что я это вот весной произнес вот это осилия сначала для светлые ангелов светильников ну постырей так скажем в апреле и у нас вот я их научил этому и у нас начался пост чудес и чудес за последние три месяца произошло больше чем за предыдущие полтора года вот так так если я сегодня буду учить закону отрицания по поводу процветания может мы сделаем пост процветания пост чудесного процветания знаете что во время этого поста надо делать можешь проверить надо уволиться с работы да да вот это наша тема уже только ради этого все я в вашей секте да ой друзья ну обычно когда ты приходишь в секту тебя гонят наоборот на работу что знают что надо же тебя что-то доить а в нашу когда приходишь наоборот тебя с работы гонят потому что это хороший способ начать процветать амэн вы воспитываете бездельников точно с тех пор как я понял что отцу это нравится ты не веришь мне давайте расскажу пару историй чуть-чуть вам интересно вообще может мы поехали нет халилюи друзья я вам серьезно говорю все уже меняется я вообще в большом предвкушении представьте если мы сделаем пост чудесного процветания мы слышали много чудес всяких там связанных с исцелением там еще с какими-то вещами да ну так вот сделаем целенаправленный нравится вам идея полтора года назад когда отец сказал мне за меч Соломона он сказал представьте несколько вещей во-первых я хочу из этого курса поднять миллионеров миллионеров апостолов в бизнесе инвесторов очень крутых людей я говорю отец покажи мне их сразу сразу заранее покажи чтобы я с ними правильно обращался вы знаете как правильно обращаться с миллионерами с будущим потому что везде неправильно обращаются мне нравится учат об этом иаков он говорит когда увидишь вот такого человека скажи немного о себе думай сядь вон там и сиди и все пока деньги не появятся потом пересядешь я шучу единственная хорошая проповедь для богатых это немного о себе думай и это не злая проповедь это хорошая проповедь такая много о себе не думай тихонечко будешь расти тихо 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 да и главное никому не говори кроме меня понял сколько у тебя денег потому что тут же возле тебя появится там пастор какой-то и говорит господи ты всегда посылаешь нужного человека когда нам нужно чтобы он поддержался наши проекты и так смотришь слышал не слышал а стоит этот миллионер что происходит вообще я ж не дурачок ой класс твои отцу слава дать им и вот отец пообещал он сказал что поднимутся люди и сначала мое привычное понимание я имею ввиду люди которые двинутся в предпринимательстве в бизнесе в таком апостольстве ну инвесторство я это называю знаете что такое апостол в бизнесе который бизнес и создает и дарит их вот как насаждение церкви есть насаждение бизнесов очень крутое призвание потрясающе а не просто люди которые могут там сделать например бизнес там ну наполовину франшизы создавать что угодно на вот просто и не будут самое интересное доля носа этого иметь а просто будут раздавать для них это будет азарт кайф просто невероятное наслаждение ух огонь ты почувствовал себя уже таким человеком хотя уже давно слушай давай быстрее давай отцу славу дадим почему я хочу этого добиться друзья почему очень интересно отцу чтобы поднялись такие личности которые будут ну владычествовать в этой сфере ну мы же должны попирать вавилон да знаете вот это люди часто которые поднимаются в бизнесе в церкви они сливаются с вавилоном поэтому отец сказал мне сделать ставку на тех людей у которых сейчас ничего нет чтобы точно они не могли сказать что я своими талантами там дарами еще чем-то приобрел это я говорю где же мне взять таких людей и он говорит я тебе покажу иисус пришел и давай проповедовать тему изобилия при практически ничего не делание говорит не бегай не суетись не заботься они ржали с него люди представьте мало того что они подзаконными были они привыкли что все надо делать чтобы что-то иметь это страшное вообще состояние ума да еще и говорил о сверхъестественных вещах которых они не видели уже давным-давно в поколениях написано 400 лет даже слова не было до прихода Иисуса вы здесь и поэтому конечно написано они смеялись с него когда он им эти вещи говорят в смысле не заботься если я не позабочусь кто позаботится ты тут поэтому ну иисус не ничего не поменял он представьте он вот я люблю это вообще картину перед глазами видеть он говорит посмотрите на птиц мое любимое одно из любимых места процветания посмотрите на цветочки говорит вы же лучше лучше они что-нибудь делают для того чтобы иметь все это ничего они просто есть и все и Отец Небесный делает все таким образом что у них все получается скажите это он говорил о жизни после смерти но обычно религия говорит что ничего не делать и наслаждаться мы будем после смерти а мы будем это делать вместо смерти он им он им предлагал не заботиться он не сказал умри и не заботься он говорит живи и не заботься халилюя поэтому эту жизнь вот такую жизнь он предложил здесь в видимом конкретном осязаемом месте и сказал эта жизнь она так вот для вас так сложена они думают ну как это возможно сделать я когда стал вникать я понял что не заботиться это друзья не заботиться вообще очень сложно вот пост чудес кто готов уволиться с работы так мало рук потому что вы все не работаете или что мы уже уволились когда сюда ехали ты же сказал процветать будем да очень правильное решение очень правильное и вот проповедуя жизнь здесь на небесах в изобилии Иисус раздражал религию очень сильно они практически говорили ты что морочишь голову они же потом не десятин не принесут ничего ты сейчас научишь их не заботиться так но приводил в восторг нищих они начинали благовествовать что это означает они начинали говорить радостные вести а какие могут быть радостные вести у нищих вообще какая радостная весть все дни несчастного написано печальной и вдруг нищие там не написано что они разбогатели вот здесь не написано что разбогатевшие благовествовать нищие их внешнее состояние пока еще не поменялось но что-то поменялось они стали благовествовать скажи благовествовать и вот я заметил что отцу как хозяину всего как господину ему нравятся некоторые категории людей возможно в одной из них ты узнаешь себя да ты здесь это тебе сегодня поможет соскочить с темы претензий к другим алё скажи процветание там сзади процветание а здесь впереди процветание а тут окей кто готов уволиться с работы больше рук молодцы еще два дня и все многие люди попали я между прочим почти что не шучу мне некоторые из вас примут такое решение я не боюсь ответственности за то что я вас провоцирую на это мне то все равно вообще я вам говорю что тогда когда я избавился от всех долгов я не работал я в тюрьме сидел целые сутки сутки в камере за все свои долги ты согласился еще и на жизнь осталось интересный вариант вообще не ну если у тебя там долгов 20 долларов то лучше не надо некоторые люди попали в свою финансовую проблему из-за того что были неверны в порученном деле либо говоря по-русски протупили проморгали пробездельничали что-то там да вот как то так получилось ну например помните притчу о неверном управителе вы представьте нормально жил чудак как сыр в масле ему дали все ключи от всего всех амбаров там от всего от всего и в какой-то момент ему пришла мысль зачем вообще тут чем-то рулить как говорится наливай да пей помните да есть такой анекдот когда пошли на рыбалку а я не умею а что там умеет наливай да пей и все вот он так с управлением в один момент вот то что у него все вокруг его окружало навело его на мысль и он стал просто спускать деньги как свои помните эту историю и он короче спускал деньги до тех пор пока хозяин его не позвал и не говорит дай-ка отчет в своем управлении но дело в том что уже управления никакого не было было просто спускание денег и вот состоялся такой разговор дай-ка отчет в своем управлении тот пошел сейчас я все ревизию проведу приду и отчитаюсь пошел как посмотрел думаю крышка и он слушайте внимательно это же про некоторых из вас реально и вдруг он обнаруживает свое мышление он говорит копать не могу хмм первый шаг процветания копать не хочу не могу все не могу копать кто не хочет копать поднимите руку окей а кто не может копать и так не хочу что даже не могу вообще если ты можешь копать иди копай ну понял если ты хочешь вот я тебе прямым текстом говорю друзья все кто желает и может копать вот это и будет ваш заработок процветание не для вас потому что вся мощь твоего упования будет налегать на лопату поэтому лопату сразу в сторону копать не могу понял это секрет процветания еще раз говорю все кто хочет и может копать вы будете процветать от лопаты вот столько сколько есть и все ну кто-то же должен копать так кто-то и должен но не ты амин ну ты еврей или нет вообще помните как это анекдот есть такой копай он говорит в лопате нужен моторчик где ты видел лопату с моторчиком где вы видели еврея с лопатой вот примерно так поэтому изначально царство это не о лопате царство это про адама ой лопата это про адама понятно амин это не была шутка друзья второе он говорит просить стыжусь что некоторые люди они принимают решение не копать но потом ходят и груши околачивают не пойдет если ты не хочешь копать и не можешь то ты не должен и просить поэтому павел таким людям говорит что работай тогда своими руками а не бегай суетись там изображайся что-то чтоб тебе денег дали у меня в команде кстати жестко с этим если я узнаю что кто-то получает слово знания что надо благословить кого-то из команды вот так знаете слово знания такое как раз вот что-то намечается нужна вот такая сумма и он так об этом разговаривает так верит что все об этом знают и обязательно кто-нибудь сжалится и получит слово знания если я только об этом узнаю это будет строгий разговор очень сильно нельзя так делать не копаешь и не проси хороший принцип что если не копаешь а просишь это не то ты не красавчик тогда итак копать не могу просить стыжусь вот это про меня точно копать не мое просить тоже не мое тогда что тогда надо что-нибудь захимичить это что реально так вот по царски ну забегая вперед хозяину понравилось смотрите что в этот момент происходит этот чудак который уже бросил управление и стал просто прожирать деньги ради спасения собственной шкуры от копания и унижения включил управление он такой так надо что-то придумать и давай рулить а ведь хозяин его отстранил не за воровство он отстранил его с формулировкой с записью в трудовой книжке не можешь управлять иди вон я не против что ты там может подворовал даже но ты же управление бросил я тебе увольняю с записью управлять не можешь не за воровство а за не соответствие твоей квалификации я тебе взял управленцем если бы ты управлял и всем бы хватало и даже подворол я бы тебя не трогал примерно тоже такой же диалог был с старшим сыном у отца он говорит что ты не брал ну тот напрягался вообще был честный честный он не брал но и тоже не управлял он говорит так мое твое управляй бери главное чтобы всем хватало вы здесь? и этот чудак нахимичил хозяин такой узнал об этом хозяин все равно узнает что ты нахимичил позвал его и говорит а ты молодец внимание догадливо поступил скажи это слово оно нам еще понадобится догадливо поступил аллилуйя и так ты понял и написано что взял его назад ну короче похвалил и оставил думает такая корова нужна самому правильно? и так неверность друзья мои это не в этом в этом контексте неверность управителя заключалась не в том что он взял что-то себе а что он бросил управление вдумайтесь в это отец не против чтобы сын брал себе не против но управление бросать нельзя иначе копай понятно? об управлении будет еще очень немало в эти дни я прямо чувствую как ты воспламенишься рулить вообще вот так вот и самое главное все получится аминь! возможно ты не брался именно потому что думал у тебя не получится получится потому что отец он это управление уже не знает как нам вот просто ну давай уже управляй аллилуйя ты здесь? давай еще скажем это копать не могу если ты сын божий скажи я тебя умоляю копать не могу просить позор буду управлять ах круто давай отцу славы дадим подожди подожди а каким способом он в принципе то похвалу заслужил он мало то что тратил он растратил еще больше но это была растрата в контексте управления он начал делать он начал предпринимать заботиться о своем будущем и хозяину это понравилось он говорит вот так бы сразу если б ты так изначально себя вел приобретал нам друзей помните богатство неправедное списал бы им долги чтобы у нас тут сеть наших поклонников росла да я б тебе слова не сказал ну ты ж просто извиняюсь как это по-русски? про фукал деньги ну вообще без всякого управления неинтересно вы заметили что хозяину было плевать вообще на эти растраты везде плевать когда блудный сын вернулся ему тоже было абсолютно все равно что часть наследия он уже потратил понимаете? ему было все равно я все время себя спрашиваю так подожди ты его взял назад а что с наследием старший сын не против что этот уже свое как бы нет ни отца ни господина ни хозяина это не волнует вообще ты не можешь теперь внимание хорошая новость ты не можешь что-то потратить так чтоб потерять еще все равно у тебя есть и это не закончится никогда кто-то говорит я уже миллион своих возможностей уже там накосячил и все и уже кажется ну что еще можно рассчитывать может где-то извиняюсь и подворовывал может не совсем все так чисто и гладко было налоги не платил еще что-то это нехорошо никто и не хвалил его за то что он растрачивал но я тебе хочу сказать когда отец на это смотрит он тебе говорит ничего страшного можно начать смотреть на это по-новому и он хочет тебе это к этому подвести в эти дни ты рад никакой образ отца в библии в каком бы образе он ни приставал там отец блудного сына хозяин неверного управителя там какой угодно господин который нанимал на работу никогда он вообще не выражал обеспокоенности о состоянии своих финансов он все время сводил тему на вот эти взаимоотношения управления никогда в жизни он не сказал ты столько мне ущерба причинил блудный сын ты управитель тыс тыс хоть знаешь сколько ты потратил вы видели там такой диалог нет он никогда вообще не упрекал у него настолько много что ему все равно он знает что не закончится никогда и поэтому для него вопрос отношений финансовых с тобой услышь меня это просто ковалда по башке религии ему от тебя ничего не надо вообще если ты не дашь ничего у него все равно много для тебя а как же вот это посеешь и пожнешь это земная реальность это будет работать но это не вышка друзья а что должен был пожать в таком случае блудный сын а что должен был пожать неверный управитель а что должен был пожать нищий который благовествует разве они что-то посеяли да нет они наоборот все просадили за такой за такой должна была жатва прийти вековые долги просто и все вы тут поэтому я сегодня хочу вывести тебя из под этого закона сеяния и жатвы написано во все дни земли лето и зима холод и зной день и ночь что там еще сеяние и жатва не прекратятся во все дни чего а мы читаем что а ночи там не будет так сеяния и жатвы там нету кто-то скажет так это штамп вот пришел Иисус и говорит вот это там уже здесь не заботьтесь ни о чем все уже есть все готово и кто-нибудь будет после этого возражать что здесь на небесах это плохая истина плохая вообще идея амин это прекрасно то что возвестил сын божий когда пришел давай славу отсюда дадим поэтому вдруг ты здесь ой мне это так нравится вообще ну смотрите что происходит отцу нравятся блудные сыновья он их сразу ставит в управление ему нравятся неверные управители потому что они начинают догадливо поступать именно столкнувшись с крахом из-за своей неправильной какой-то позиции неверности вдруг на самом пике на самой грани а иногда и за гранью они начинают догадливо поступать догадливо поступать нищие при соприкосновении с сыном божьим начинают благовествовать и это тоже очень классно почему потому что на сегодняшний день большинство людей которые попали в банкротство совсем несут плохую чушь извините за прямоту а ты послушай что говорит человек в этом состоянии запомни мой друг если я хочу тебе такой прям вызов как бросить если ты все еще жалуешься что нету денег ты еще просто хорошо не потратился потому что пока человек жалуется у него еще что то есть когда он начинает смеяться это уже все что есть такой прямо анекдот знаете когда там помещик посылал своего слугу посмотреть как живут крестьяне чуть не сказал христиане крестьяне и он пришел говорит ой и плоховато плачут траву едят нормально еще еще налоги подыми поднял через неделю посадить и посмотри как они выиграть землю едят слезами поливают все короче умирать собирается он говорит еще нормально еще налоги добавь и на третий раз он приходит говорит сидят ржут теперь достаточно теперь нормально на самом деле до тех пор пока человек зациклен он же считает что ему надо что-то с этим делать он тянет это тянет 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 то есть копает копает уже все и моторчик сломался и лопата сломалась и крестик крестьянин уже сломался а денег все нет и нет ну вот приходит сын божий и нищие начинают транслировать радость и так отпуская все претензии первое в какой бы нищете ты не сидел нужно радоваться понял первое они написано благовествуют даже не просто радость благая вещь это хорошая новость то есть они что-то постоянно говорили вели себя таким образом и буду все хорошо аймен ты здесь вот это три дня тебе нужно попрактиковать вот это и поэтому отцу нравятся такие нищие которые дошли до ручки и уже просто начали радоваться все это сразу же кандидат в процветание номер один если ты все еще плачешь ты не кандидат в процветание потому что у тебя еще сто процентов пару баксов есть в кармане мы за эти три дня с тебя их достанем вы знаете когда подходят цыганки и говорят тебе что-то жить мешает вот кажется кошелек в кармане там и потом человек сидит думал ты нормально жил пока вот слушай чего я жаловался хоть что-то было теперь вообще ничего нет ничего не остается кроме радости ты кандидат в процветание до тех пор пока ты стонешь плачешь ты ноль вообще для процветания деньги так извиняюсь я даже деньги не будем их делать личностью но не любят деньги таких людей потому что богатый богатеет бедный беднеет это закон как только ты считаешься бедным плачешь над своей бедностью денег не будет никогда и даже не умоляй это не сработает не сработает знаешь почему не сработает неужели бог такой жестокий понимаешь для него позиция сейчас я тебе что-то скажу только не обижайся если ему выбирать дать тебе подачку или продолжать считать тебя сыном который раздает он выберет второе всегда не дам каждый раз как ты будешь в лохмотьях приходить он тебе перстень на палец управляй или управляй или ничего понял это вопрос сыновства это не вопрос твоего выживания это вопрос сыновства ты слышишь меня сзади слышно потом если ты на сегодняшний день тебе нужно привыкать к мысли управления услышь меня важнее физической жизни это то ради чего он вообще сюда пришел дать тебе царство и поэтому если сегодня ты хочешь как я этот Исаф дай мне вот этого супчика и не дурите мне голову со своим управлением и первородством это позор да лучше б ты с голоду умер чем такое сказал нет если ты сегодня реально даже голодаешь не меняй на похлебку на там сто долларов на какую-то короче лопату не бери понял и не проси давай отцу славу дадим а а и поэтому неверные управители блудные сыновья не имущие банкрот и все эти личности это кандидаты в процветание номер один они отцу нравятся Класс, да? Вы знаете, что это заходит так далеко, что апостол Павел даже говорит, если даже ты имеешь, будь, как будто не имеешь. Это тема. Если даже… зачем тебе ждать, пока ты обанкротишься, чтобы быть радостным? Отрешись от этого, считай, что у тебя ничего нету и управляй, управляй, управляй. Завтра будем учиться этому. Вы хотите поучиться этому? Я говорю тебе Духом Божиим, если ты не будешь пренебрегать то, что вот здесь будет высвобождаться, быстро ты взлетишь. Очень быстро. Аминь. Почему отцу нравятся такие категории людей? Не потому, что это из-за них. Я вначале сказал, чтобы знать что-то о процветании, нужно что-то знать об отце. это потому, что из-за него. У него есть такая черта, если можно сказать, в характере. Он любит взять, как написано, что-то незначительное, где полная яма и сделать что-то с этим. не из-за того, чтобы даже ты наелся. Потому, что вот это слава. Это его совершенство. Это его черта характера. Ну что толку есть, он возьмет кого-то, у кого все есть. Тот все равно будет бубнить до конца своих дней, что он сам всего добился. И эти люди рядом с ним, вот такие неверные управители, нищие, обанкротившиеся, вот эти блудные сыновья. Смотрите, рядом с ним, прямо в его объятиях, в его власти, в его воздействии, они начинают благовествовать. Блудный сын, написано, пришел в себя. Почему ему нравится именно блудный сын? Потому, что он пришел в себя. Вы знаете, тот старший сидел дома, он в себя так и не пришел. Не пришел. А блудный сын пришел. Вот он Иисус и говорит, смотрите, вот блудницы, мытари идут впереди вас в царство управления. Потому, что вы-то считаете, что у вас еще что-то есть, чем платить, а эти уже поняли, что платить нечем. Копать не могу, просить стыжусь, а этот все козлиные молитвы поет. Дай, козленка, дай, козленка, дай, козленка, дай, козленка. Амэн. И поэтому три пункта. Первое. Приди в себя рядом с отцом в эти дни. Я тебя вот высвобождаю. Первое. Второе. Это говори славное, какой бы нищий не был благовествуй. Третье. Что? Догадливо поступай. Включи мозги и все получится. Чуть-чуть. Не надо даже там быть профессором. Догадливо поступить. Несколько, вот буквально несколько действий и все пойдет. Все, все, все. Вы тут? Мы уже приближаемся к молитве. По времени, по всему. Последнее, что скажу. Бездельники здесь? Банкроты здесь? Плохое исповедание. Ну, тогда подождем. Очень необычно, да? Смотрите, последний пример. Почему отцу так нравится? Еще одна притча оттуда же. Нанимает хозяина виноградника на работу. Скажем. На работу. И мы знаем, он делал три захода. На рынок заходил. Одних позвал. Договорился за динарий, по-моему, да? Кувейтский, наверное, да? Договорился, грубо там, за динарий. Потом в обед зашел. Еще там прихватил. Уже не сказал им про динарий. Сказал, ну, посмотрим, что там будет. А потом под самый вечер, скажи, под вечер, сейчас надо быть очень внимательным, под вечер, когда уже оставался там до конца вообще рабочего дня совсем ничего, зачем-то берет несколько бездельников снова в виноградник. Почему я так говорю? Потому что он подошел к нему и сказал, что вы тут торчите целый день? Праздно. Я специально открыл словарик и посмотрел праздно. Бездеятельно. Бесплодно. В состоянии веселья и беззаботности. Вот что такое праздно. А может, это просто слово такое? Нет, друзья мои, если остается час до конца рабочего дня и тебя никто не нанял, логично уже домой пойти пораньше. А им было неинтересно домой идти пораньше. Это была какая-то категория людей, которым прикольно было там тусоваться вообще, делать вид, что они ищут работу. Копать они не хотели. Я так предполагаю, когда он приходил первый раз, там кинулись эти первые. Меня возьми, меня возьми. Те уже в обед, которые в последний вагон, типа, ну хоть на полденька, давай. А эти такие, ну хочешь бери, хочешь не бери, нам тут нормально. Может сидели в карты играли или еще что-нибудь, я не знаю. И написано, что когда он их рассчитывал всех, он такой посмотрел и говорит, начни с последних. Во-первых, расчет в первую очередь почему-то бездельником идет. Странно. Странно. Они такие получили деньги. Ого. Типа, да ладно. Мы же, что ты за динарий нанял. Думаю, дай посмотрим, сколько им дадут. Потом в обед, который вышел он нам раз, им по динарию дал. Эти в обед такие, прикольно. Полдня поработали, деньги те же. Ну а те, которые были первыми, вы знаете, им все равно дали динарий. Ты же хотел копать? Ну ты копай. Круто, правда? Он говорит, так это же не честно. Так слава Богу, что не честно. Ты же договорился со мной. Вот если ты козленочка попросил, на тебе козленочка, но только когда я буду жрать с быка, не завидуй. Ты же хотел. Ты же хотел? Как тебе вообще земля носит? Ну, друзья, поймите, он им раздал вот это по рублю, и те стали злиться на хозяина. Стали злиться на этих, которые, блин, вы что тут особенные. И смотрите, что происходит. Первые, которые копали, идут домой. Злые, усталые, как черти просто. Они ж копали, говорит, зной пережили. Вы представляете, что, не дай Бог, ты жена такого человека? Он тебе расскажет, будет весь ужин рассказывать, какого урода он сегодня работал вообще. А по правде говоря, хозяин ни при чем. Ты хотел копать? Ты кидался, возьмите меня на работу. На тебе работу. Вторые были более по сдержанию. Они так не то, что они сильно копать хотели, но были рады, что зной прошел, и они вот на исходе зноя включились в работу. Получились только же и пошли. И они говорили дома примерно вот это. Прикинь, сегодня полдня там с мужиками сидели тут. Уже думал идти домой, тут наняли. Полдня цена та же. Радостно. Вот примерно это состояние половины верующих. Как говорят, чтобы работать поменьше, но все-таки работать. Самые барыш получили последние. Вы можете представить, как они летели домой. А-а-а-а-а! Такие вот они. Это вообще. Фу-у-у! А завтра не надо к вечеру подойти. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему так хозяин поступил несправедливо? Друзья мои, притча заканчивается одной фразой. Много званых, мало избранных. Мы привыкли, что только притча о пире так заканчивается. Подожди, подожди. То есть вот эти последние, это избранные? Звали то всех, но избранными эти оказались. Явить избрание – это мечта Бога. Не то, чтобы ты копал, а явить избрание. Посмотрите, он почти не работал, но у него все есть. И поэтому он любит этих блудных сыновей. Он любит этих неверных управителей, потому что это дает ему возможность проявить избрание так, чтобы все это видели. И одни будут завидовать. Одни говорят, нам досталась только половина этого. Но третьи – они не будут работать. Просто из-за того, что ты простоял весь день, просвистел, просадил свою жизнь. Но явился тот, кто просто любит избрание и говорит, пошли со мной. Вот на эти полчаса. Ну что ты там наработал? Что ты там насидел в этом винограднике? Я не понимаю, почему. Я сам признаю, что эти заслужили больше. Но это дает мне мысль. Я сегодня был избран незаслуженно. Не копал, не просил, простоял просто. Пришел он. Кто ты? Я хочу знать тебя лучше, что ты так мыслишь. Я хочу знать тебя лучше, что тебе плевать, кто сколько будет работать. Всегда найдется тот, кто будет работать. Поверь, всегда будет тот, кто согласится копать, скажет, ничего не надо. Будет кидаться. Дайте работу. Я сегодня смотрю, нужды приходят. Помолитесь за хорошую работу. Я говорю, давай помолюсь за миллион возможностей. На кой тебе эта работа? Зачем тебе этот зной? Зачем тебе блокироваться от мысли, что ты избран? Написано, вы род избранный. Вы те, кого налили в последний час. Зачем тебе эта работа? Давай поднимемся. Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Он не хочет, чтобы ты заработал. Он хочет показать тебе, что все, что ты старался делать, это не нужно было. Ради этого момента, когда он просто подошел к тебе и сказал, я сделаю так, как я хочу. И моя воля о тебе – это избрание. 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 Сколько ты еще будешь пытаться заработать? Сколько ты будешь искать эту лопату еще? Сколько ты еще будешь не понимать, что ты поставлен на управление? Поставлен как сын, на которому поставили печать на лбу. Раздавать хлеб жизни. Раздавать возможности. Написано, что он зашел на высоту, чтобы наполнить собой все. Раздал дары. Это твоя судьба. Это не для того, чтобы снова взять лопату. Это не для того, чтобы снова стать в очередь. Это для того, чтобы управлять. И поэтому первое, когда пришел сын домой, он говорит, управление. Пожалуйста, сейчас ты мыслишь, как сын, более чем когда, когда все потратил. Когда все просадил. Ты мне нравишься, потому что ты больше всего сейчас не рассчитываешь на то, что тебе есть, чем платить. Сил нет. Просить не хочу. Поэтому возьми перстень. Сын пришел, и отец говорит, несите перстень. Заметьте, были какие-то слуги, которые принесли перстень. Перстень – это откровение об управлении. Я слышал его призыв, я слышал его послание. Он говорит, неси перстень. Я дам откровение им, чтобы они знали, что моя воля в отношении них в избрании, не в зарабатывании. В избрании – это фантастический успех. Это просто сказка. Это просто небесная реальность, в которую не могла поверить религия. Они говорили, что ты несешь. Как можно не заботиться. Так что вообще ничего не делать. Говорит, можешь что-то делать? Просади свою жизнь так, чтобы тебе больше не было даже возможности спросить, что мне делать. Говорит, вот я. Вот, теперь ты готов. Теперь ты начнешь догадливо поступать. Запомни, догадливо начинает поступать тот, кому нечем больше платить. Управление принадлежит тем, у кого уже ничего нет. Поэтому, если у тебя даже что-то есть, будь тем, у кого ничего нет. Мы нищие, и многих обогащаем. Это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились. Мы сказали, да это все ерунда. Управление номер один. Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей. Мне нужен миллион людей. Мне нужен миллион городов. Это мой уровень. Это то, к чему я призван. Потому, что хлеб жизни, написано, раздает сын, на котором поставил печать. Отец, Бог поставил, чтобы раздавать. Козлиные молитвы остались позади. Это сын, который не говорит, дай мне козленка. Сын, который раздает этих козлят. Назначает урочное служанкам. Меру хлеба выделяет. Вот кто такой сын. И сегодня, когда ты будешь выходить, мы будем тебя помазывать. Я хочу, чтобы Дух Святой, силой которого я сегодня подвязаюсь тебе служить, открыл тебе управление во всей силе. Вот это, знаешь, путевка в жизнь. Говорит, ты просадил свое имение, свою часть наследства. Но у меня есть что-то, из чего ты снова поднимешься. Это власть управлять. Халлилюя, дорогие друзья. Как это сильно, как это огненно, как это мощно. Знаете, я поделюсь с вами, друзья, что, когда я думаю об избрании, это просто, в хорошем смысле слова, это наркотик. Это просто эйфория. Это такая любовь. Это вся небесная энергия, все небесное наследие, оно сходит всегда на факт моего избрания. И что мне нравится, друзья мои, что мне нравится в Отце? Сейчас мы будем молиться, я хочу, чтобы ты пережил еще раз, еще раз. Мы будем молиться, чтобы ты пережил это избрание. Это, знаете, как дух избрания. Это как одежда. Помните, как этот пример, мы упоминали его. Пример, когда Иаков, он вошел к Отцу за получением благословения, он надел одежду первенца, тот его ощупал, ощутил, что он одет в эту царскую одежду. И это так мощно, когда ты чувствуешь на себе эту одежду избрания. Друзья мои, если даже в вашей жизни вы, знаете, упустите какие-то откровения, упустите какие-то инструменты духовные, упустите какие-то тонкости, но если твердо, знаете, как вот написано, делайте все более твердым, ваше избрание, ваше звание, это означает утверждаться в своем избрании, если вы будете сильно утверждены в вашем избрании, вы посмотрите, вот действительно эта фраза, это наша любимая фраза, что все мне с рук сойдет, она будет работать в вашей жизни. Смотрите, не сама цель, друзья мои, это не какая-то хулиганская фраза, что все мне с рук сойдет, но посмотрите, что мы приводили, я подытожу чуть-чуть то, что вы услышали. Неверный управитель, вот неверный управитель вдруг начинает догадливо поступать. Написано, что он, Иисус заключает эту, заканчивает эту историю, он говорит, и вы делаете так, потому что вы будете взяты в обители вечные. Не имеется в виду, что неверно управляете, но догадливо, начинайте догадливо поступать. Мы еще вернемся к этому примеру позже, но неверный управитель, написано, понравился хозяину, понравился господину, потому что он начал догадливо поступать, оказавшись в тупиковой ситуации. Это здорово. Что дальше? Блудный сын, он пришел в себя и получил управление. Это не было потому, что он что-то сделал, это было избрание. Бездельники, вы знаете, бездельники, я люблю это слово, люди, которые не спешили браться за лопату, не напрашивались на работу, не спешили, вот как я говорил, всегда найдется тот, кто будет работать. Я знаю по себе, друзья мои, что я старался, работал на разных работах, я все время, когда впрягался в какие-то заработки, я все время думал, ну как я заработаю на какую-то нормальную жизнь, ну как вот эти зарплаты, это наемнический труд, это просто, я чувствовал, что это не мое. Само то, что мне как бы не хотелось работать на кого-то, мне никогда не хотелось отдавать свои силы, огромное количество времени для того, чтобы просто заработать себе на еду. И я уверен, что у людей, которых изначально, пусть это даже выглядело как лень, вы знаете, как Иаков, он написано, он домашний человек был, он жил в шатрах, он не хотел ни на какую охоту ходить, он умел там готовить какой-то супчик, знаете, как я люблю говорить, он был как суслик такой, знаешь, он домашний такой все. И все, о чем он мечтал, думаю, ну почему бы на мне не явилось избрание, вот это первородство, когда мне не надо вот это ходить на охоту, чтобы добиться чего-то. И такие люди, они просто как будто оказываются в поле зрения Вселенной, да, вот, и мы говорим Вселенной для того, чтобы это было наиболее ощутимо. То есть все законы, которые установил Бог, Отец наш во Вселенной, они, вот знаете, как они так заряжены, они так устроены, они так задуманы, они так распределены, чтобы содействовать избранным. И эти избранные, это, как правило, личности, которые в какой-то момент ощутили себя банкротами, неважно из-за чего. Возможно, не из-за неприспособленности, какой-то непредрасположенности к физическому там труду, какому-то изнуряющему, да, вот как эти работники в виноградник, которые попали в виноградник последними, да. Как этот неверный управитель, который, он изначально, представляете, его позиция была, копать не могу, не могу. То есть вот такие люди, они как будто попадают в фокус Вселенной, в фокус всех законов Божьих. Блудные сыновья, которые хотели просто, не как вот старший сын, знаете, исполнять все приказания, что-то делать, 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 ожидать, ожидать, ожидать. Он просто хотел свободной какой-то жизни, чтобы не копать, чтобы уметь, знаете, как повеселиться. Это не просто праздная жизнь, а это жизнь, которая не предполагает постоянное зарабатывание. Ну, как-то пережить избрание. Ну, знаете, как вот везение, как еще в миру есть, говорят, баловень судьбы. Ничего не сделала, ему все. И вот отцу это очень нравится. Цель этого, друзья мои, урока, чтобы вы пережили этот дух избрания, я советую вам, знаете, как поразмышлять над этим. Посмотрите еще раз это видео обязательно. Это очень сильное, очень помазанное видео вот из этой конференции, особенно последнее, там, минут 15, минут 10. Просмотрите несколько раз. Это реально трансляция, чистейшая трансляция духа избрания на вашу жизнь. Я прямо когда это проповедовал, я помню свои переживания, как будто крик отцовский из меня вот шел. Вот эта фраза. Всегда найдется тот, кто будет копать и работать. Я хочу явить избрание на тебе, мой сын. Я хочу показать, что, несмотря что ты не самый трудолюбивый, может, даже ленивый, не самый, ну, как бы, не самый верный, как вот этот неверный управитель. Знаете, он забросил управление, просто тратил денежки и попался. Он говорит, может, ты попался, может, ты попался реально на своей неверности, может, ты попался на своей лени, может, ты расточал, может, ты проматывал, может, ты нищий. Все это, смысл всего, что это все устраивает отца, чтобы ввести тебя, и, наконец-то, чтобы ты распознал дух избрания на себе. Безработные. Знаете, как эти работники, которые стояли, искали работу. Знаете, среди вас есть масса людей, я сам был в этой категории, когда ты тыкаешься найти работу, понимая, видя условия, которые тебе предлагают, ты думаешь, мне не хватит на жизнь, на эти, ну, когда ты представляешь, там, 12, 8-12 часов на работе, для того, чтобы в конце месяца прийти и увидеть эту зарплату, которую едва тебе на еду хватает, или твоей семье, не говоря уже за съем квартиры, платежи, ты думаешь, почему я должен тратить свою избранную жизнь, почему я должен тратить на это, чтобы какой-то человек, у которого хватило мозга управлять всем этим предприятием или государством, на тебе зарабатывал деньги. Где же мое избрание? Кричал я тогда. Где мое избрание? Почему я должен, как прочие люди, которые хулят тебя, не знают тебя, и они иногда живут лучше, чем я? В чем же тогда мое избрание? Просто мечтать о том, что я умру и попаду в какие-то лучшие условия? Нет. Тогда я хочу умереть прямо сейчас, если лучшие условия будут там. До тех пор, пока это откровение не наполнило мой разум, до тех пор, пока отец, он мне не сказал. И именно это. Но вы же привыкли о своем избрании говорить, как о попадении куда-то не в ад. А твое избрание включает в себя преуспевание и богатство. Именно это я хочу на тебе явить. Я сказал, я хочу ощутить эти одежды Иакова, когда я стою перед твоим лицом, когда я знаю, что твои глаза смотрят из меня на этот мир. Я хочу ощущать на себя эту одежду избрания. И это моя одежда на каждый день. Каждый раз, когда у меня что-то не получается, особенно, что касается финансов. Мы сельфония все, друзья мои, говорим в контексте финансов. И на этом курсе все будет говориться в контексте управления финансов. Когда я говорю об избрании, я говорю на этом курсе о контексте материального расширения, процветания и управления. Это не будет никаким образом религиозный контекст, что мы избрание и мы в ад не пойдем. Я, если кто-то первый раз вообще меня видит и кто-то на курс вот пришел именно друзья мои, вы сюда пришли не для того, чтобы в ад не попасть. Я извиняюсь, вы сегодня пришли на этот курс прекрасно понимая о чем здесь пойдет речь. Здесь идет речь о благоденствии материальном через управление. И поэтому когда я говорю об избрании, в том числе речь идет прежде всего в этом курсе о избрании, которое является в процветании. И поэтому моя молитва сегодня, друзья, моя молитва сегодня, горячая молитва за каждого, кто сегодня находится в этом этапе Гаваон, ночь Соломона. Я хочу, чтобы вы сегодня переживали это избрание. Соломон, будучи отроком, будучи отроком, будучи совершенно молодым человеком, совершенно молодым человеком, он искал этого момента. Он знал, что он сын царя, но ему нужно было пережить это избрание. Он не хотел просто, знаете, как вот ездить на каком-то авторитете того, кто был до него. Ему нужно было мое, мое, мое избрание должно явиться. Не избрание Давида, ради которого я, а как в избрании Иакова. Он представился Исавом, он оделся в его одежды, и он был распознан отцом, как первенец. Сегодня я хочу пережить это состояние. Соломон, знаете, ночью видел, он стоял в своем духе перед отцом, и тот говорил с ним, перед Богом. У них состоялся диалог во сне. Это вообще отдельная тема, подумайте об этом. Написано, что это было сновидение, но Соломон во сне молился Богу и говорил, я вот Ракмалы, можете себе представить, что это за сновидение было? То есть это в духе произошла у него эта встреча ночью, когда он спал, его дух проснулся и стал перед Богом. И это было искреннее время, когда он сказал, Бог, я сын своего отца, я знаю, есть ресурс, есть все, есть, но я хочу ощутить на себе это избрание, ощутить на себе эту мантию правления, пожалуйста. Я предлагаю тебе сейчас, мой друг, просто поднять свои руки. я знаю, что ты сейчас ощутишь эти золотые одежды, я уже чувствую, вижу, как растет эта мантия, вижу, как удлиняются эти одежды славы. все, что тебе нужно сейчас осознавать, что вот эти самые одежды, услышь меня, это единственная причина, почему у тебя получится, почему ты расширишься, почему отец в придачу к этому, как он сказал Соломону за то, что ты не просил этого, но искал избрание, правление, ты получаешь все. Избравший первенство, избравший сына получает все. Побудь сейчас в этом. Закрой свои глаза, подними руки, просто не смотри на меня, смотри на отца сейчас. Отец, я прошу тебя, чтобы этот дух избрания сейчас окутал каждого, кто это слышит. Пусть каждый ощутит на шее твои отцовские объятия, как Исаак, который обнял Иакова и почувствовал агнца, почувствовал шерсть под своими руками. почувствовал запах первенства, сына, первородного, единородного. Пусть персты твои сейчас почувствуют каждый, кто слышит мой голос. смотри сейчас на отца и просто слушай меня. мой голос упасет тебя сейчас в это ощущение избрания, чувство избрания. Это голос отца, который крестит тебя в эти одежды, погружает в это состояние. Пойми, сын, мое слово говорит, что если ты сын, то и наследник. ты не если сын, ты сын. Чем больше ты ощущений, чувствований сына имеешь в себе, тем большее наследие будет ощутимо ложиться на твою жизнь, чувствоваться в твоих руках. В каждом решении будет этот скипетр Бога. Перстень, утверждающий все твои решения, сделки, как закон для видимого мира. Я сейчас прямо чувствую, я хочу высвободить слово знания тем предпринимателям, которые терпят какое-то давление, кризис именно к тем, у кого уже есть какое-то свое дело. Отец говорит, что когда ты заключал какие-то договоры, договоренности, принимал заказы, или к тебе поступали клиенты, часто ты не чувствовал перстня на своей руке, не чувствовал власти в своих словах, у тебя было состояние просителя, тебе даже хотелось как будто заигрывать с этими людьми, чтобы только они согласились иметь с тобой дело. И отец говорит тебе, это не состояние первенца, это не состояние первенца. И сейчас отец, я просто, если это к тебе сейчас было слово, просто протяни свою правую руку, почувствуй перстень, как ты это почувствуешь, ты почувствуешь тяжесть в своей руке и расширение внутри, дерзновение брать в свою власть, в свое влияние проходящих, приходящих в твою жизнь людей. Это от Бога, им будет как будто бы за честь, они будут ощущать какое-то чувство, сталкиваясь с тобой, соединяясь в каком-то предприятии, они будут чувствовать, что они совершают реально выгодное дело для себя и что самое интересное, твой перстень будет обогащать и их также. Это не будет сделкой, это не будет просто какая-то договоренность или клиентура, которую ты с выгодой для себя каким-то образом используешь. Нет. Сила заключается в том, что ставя и действуя с дерзновением, ставя печать на этих договоренностях, ты обогащаешь их и расширяешься сам. Отец, я высвобождаю сейчас это помазание. Прямо сейчас всех, кто меня слышит, особенно если у вас уже есть какие-то подвижки в предпринимательстве, вы почувствуете это. Уже с этого времени вы почувствуете, как ваша сила приобретать клиентуру, приобретать заказы, приобретать интересные предложения, разные идеи в бизнесе, она возрастет. Это и есть начаток силы приобретать богатство, осознание, печати и первенство. Я высвобождаю помазание. Ощути этот дух избрания и одежды на себе. Это единственная причина твоего везения, твоей удачи. Удачи в контексте того, что тебе это дано. Удастся и получится. Теперь скажи вместе со мной, давай чуть-чуть несколько фраз, глядя в зеркало славы. Посмотри сейчас в зеркало славы. Покажи свою правую руку и увидь там прекрасную печать Божью. Перстень с печатью, которая скрепляет договора. Почувствуй прямо это на руке сейчас. И скажи теперь глядя и уверенно «Я тот, с кем иметь дело – это честь, прибыль и обогащение. я тот, с кем иметь дело – это свобода, радость и победа. Я тот, кому содействуют ангелы, обстоятельства, кого боятся враги, демоны и несчастья. потому что у этого есть одна причина. Смотри сейчас и говори «У этого есть одна и единственная причина». Меня уже просто накрывает. Я избран. просто скажи это. Почувствуй себя сейчас таким любимчиком. Я избран. Повтори это просто семь раз. Смакуя, наслаждаясь, упиваясь отцовскими объятиями. Я избран. Я везунчик. Я баловень Божий. У меня все получится. С какого бы нуля я не начинал. С какой бы ямы я не восставал. С какой бы сухой земли я не всходил. У меня все получится лучше, чем у всех, кто меня окружает. Больше, чем у всех, кто меня окружает. Мощнее и быстрее. Халлилюя! 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 Еще раз и еще расскажи эту фразу. Я избран. Пускай это слово, мой друг, оно станет для тебя как бриллиант. Вот хочешь по-настоящему чувствовать большой бриллиант на своей правой руке, которая действует, пускай слово избранный станет для тебя как перстень. Каждый раз, когда тебе понадобится сделка, понадобится что-то. Встань возле этого, как напротив этого зеркала славы, покажи свою руку и скажи слово избран, как будто ты сейчас рождаешь устами огромный бриллиант. Я сейчас просто двигаюсь с тобой в созерцательном образе, мой друг. Избран это бриллиант. Знаете, бриллиант не может быть не избран. Хороший крутой бриллиант, который используют на таких дорогущих царских украшениях. Это реально избранный камень. Поэтому и написано камень какой? Избранный. Это нас с вами. Избранный это бриллиант. Поэтому когда ты будешь говорить слово избранный, я специально насаждаю в твое сознание это образ. Избранный это камень драгоценный, человеками отвергнутый, но Богом назначенный быть в основании всего. Вы ловите откровение? Даю вам новый контекст этого откровения. Камень избранный, а значит драгоценный, человеками отвергнутый, на котором все строится. Все строится на избрании. Итак, мой друг, я желаю тебе в заключении нашего первого урока снова и снова переживать это избрание. Это основа всего. Все время себе это напоминай. Наполняйся этим чувством. Оно сильно наполнит тебя дерзновением, взрывной смелостью. Это все, что нужно, друзья мои. Люди будут чувствовать эту уверенность и будут хотеть иметь с тобой дело. И последнее, что скажу, мои дорогие, что все время себе напоминаю. Если вдруг тебе приходит состояние, что какой я такой, мне никогда ничего не везло. Это хорошо. Это не просто надо забыть. Это не просто ничего страшного. если ты был лентяем, бездельником, неверным, если ты был блудным сыном, все вот эти качества, которые я перечислил в этом уроке, если это было с тобой, это поможет отцу явить на тебе избрание. Поэтому не отказывайся от этого. Если ты был в долгах, еще что-то, если ты что-то там тратил, что бы с тобой не было, это хорошо. Сегодня этот опыт поможет тебе рассчитывать только на избрание. Поэтому я тебя поздравляю, мой избранный друг. Наш второй урок, он будет о долгах, там будет молитва, потому что отец хочет быстренько решить эти вопросы. И добро пожаловать на наш второй урок, который будет совсем скоро. До встречи! Мы нищи и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни! это сын, который не говорит дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. мне не нужен миллион долларов, нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель отца в твоем процветании явить избрание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова